Специалистический лёд прозрачный, светлый, буквально сантиметров 6. А вот остальные 25 сантиметров – рыхлая слоистая структура, которая при солнечной погоде моментально превратится в кашу. Для того, чтобы ускорить процесс таяния, спасатели режут лёд. Мы пытаемся ослабить лёд, снизить динамическую нагрузку. При таянии в местах пропилов лёд разрушаться будет в первую очередь. Это снизит нагрузку на опоры моста и облегчит прохождение дохода. Такие же гидротехнические работы провели и на плотине-водозаборе в Михальцево. На месте и сотрудники Вологда-Горводоканала. Будут делать пропилы, ещё будут делать у самой плотины, потому что вдруг, возможно, будет замерзание опять этого самого. Будет проливаться всё это горячей водой, чтобы не встали затворы плотины. И думаю, что этого будет вполне достаточно. Погода, вроде, хорошая. Гидрометцандр тоже обещает. Ночью, вроде, холодно. Из года в год наблюдается, что днём хорошо тает, а ночью замерзает. И это как бы город практически идёт без затопов. Ежегодно специалисты проводят целый комплекс мероприятий для подготовки к паводковому сезону. В том числе сейчас устанавливают и аншлаги о запрете выхода на лёд. Постановление действует на сегодняшний момент. За выход на лёд предусмотрена административная ответственность. Поэтому соответствующие аншлаги мы выставляем. В ближайшее время начнутся и рейды. В них задействуют сотрудников ГИМС, технадзора, полиции и Росгвардии, а также представителей городских властей. Пройдут уроки безопасности в школах города. Детям напомнят, как вести себя рядом с водоёмами, особенно в период весеннего половодья. Ледоход Вологде прогнозируется после 10 апреля.